Привет, привет! Омск 300 в эфире новостной пьедестал значимых событий нашего города. На последней строчке еле как уместились мощные атлетичные парни, которые умеют управляться не с шайбой, а с мячом. И речь, кстати, совсем не о футболистах. То, что регби в Омске наконец признали и приняли всерьез, показал торжественный прием игроков клуба «Асгард» в Министерстве спорта. Парни в составе команды Омской области стали бронзовыми призерами чемпионата Сибирского федерального округа по регби. Третье место в чемпионате стало хорошим стартом для клуба, который существует всего два года. Впереди у омских регбистов Кубок Федерации, а пока спортсмены в пиджаках и галстуках радуются медалям и дипломам. Да, обсуждался вопрос, чтобы мы пришли в спортивной форме, которая ближе нам к телу, как говорится. Ну и все-таки костюмы на многим уже малы, прогресс есть, но все-таки натянули и пришли. Неудобно. Ну что делать, торжественные мероприятия должны выглядеть соответствующие. А сейчас я передаю слово моему коллеге Семену, который расскажет все обо всем одной строкой. Здравствуйте. Сотрудника Омского СИЗО задержали с наркотой на кармане. Вероятно, теперь его место работы станет местом длительного пребывания. Натали Портман признана самой рентабельной актрисой года. Вот бы ее в наш горсовет. Вдруг и он станет тоже рентабельным. А сегодня День Спасателя. Поздравляем Чип и Дейва, Памелу Андерсон и одноименный Крем Спасатель. А на второй строчке новостей ОМСК-300 сюжет о том, что подарить радость на Новый год можно, купив всего лишь кружку, календарь и открытку. Любой амич перед Новым годом может стать участником масштабной благотворительной акции «Старость в радость». Организаторы акции готовят подарки для бабушек и дедушек, которые живут в домах престарелых. Чтобы принести маленькую частичку радости пожилым людям, нужно собрать базовый подарок. Обязательно подписанную открытку, календарь и кружку. И принести их в один из четырех пунктов приема. На сегодняшний день уже собрано более 400 подарков, которые волонтеры 29 декабря отвезут в дом престарелых. Ограничений нет. То есть кружка может быть любая, календарик может быть любой. Главное, что это базовый подарок. Но нашим людям, как ни говори про базовые подарки, все равно. Каждый везет, что может. То есть к этой кружке, к календарю и открытке добавляют мягкие игрушки, добавляют елочные игрушки, добавляют сладости, добавляют... Ну вот недавно нам девушка привезла очень большую коробку зефира. Сказала я, невнимательно прочитала, но так как я уже привезла, возьмите у меня коробку, делайте с ней что хотите. Я уверена, вы найдете ей применение. Применение зефиру нашли. Ему угощают всех участников акции. Так что дарители без подарков перед Новым годом тоже не останутся. Зефир мы съели, но для вас, зрителей, все же нашелся десерт. На первом месте новостей – живое выступление жителей города на Омских остановках. Если у вас нету дома... Я не знаю эту песню, к сожалению. И жена не уйдет к другому... Если у вас нет жены... Если у вас нет собаки... Ее не отравит сосед, и с другом не будет драки... Если у вас, если у вас, если у вас друга нет... Оркестр гремит басами... Трубач выдувает ход... Думайте сами, решайте сами... Иметь или не иметь... Если у вас нету тети... Вам... Вам его... Не потерять... Если вы не живете... То вам и не... То вам и не... То вам и не умирать... Не умирать... Дарите радость всем и каждому! Радуйтесь, улыбайтесь! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова